Мы сейчас все живем на грани, на острие. Когда едешь на велосипеде рядом с пропастью, надо смотреть туда, куда едешь, и ни в коем случае не в пропасть. Дом на берегу океана, шампанское по утрам. Хочу заработать миллион, а почему не миллиард? Они, вероятнее всего, неправильно мечтают. Как понять, что это не твоя цель? В самолете бомба. За эти два часа возврата обратно в Турцию я видел все. Ваши лайфхаки. То, о чем мы мечтаем, оно сбудется. Но только когда сложатся три обстоятельства. С вами Марьяна Минскер. Нам надо поговорить о том, как сохранить себя. Со мной в студии доктор психологических наук, профессор Алексей Ситников. Алексей, очень рада видеть вас в нашей студии. Ну вот смотрите, уже год, как мы живем в состоянии неопределенности. А как известно, неопределенность, самый страшный стресс. О том, как это все отражается на нашем психологическом здоровье, понятно. А как все это влияет на здоровье, на наше здоровье физическое. Ну мы находимся в состоянии неопределенности не год, а три. Потому что, конечно, когда появился ковид, вы же помните, каждый из нас оказался с этим вирусом один на один. Когда там через год появилась прививка. А до этого-то даже врачи не знали, что делать. Ну да, согласна. Я хочу напомнить, что в 2013 году в Китае, в Пекине, была клиника, в которой 500 человек оказались изолированными в своих палатах. Врачи и пациенты оказались изолированными, потому что тогда был SARS. И месяц всего они провели в одиночках. Им просто приносили продукты, но они ни с кем не общались лично. Да, звонили, да, там, переписывались, но при этом не общались лично. Через три года всех этих больных и врачей собрали и провели полное медицинское освидетельствование. И оказалось, что у всех повышенное потребление алкоголя, у всех повышенный кортизол. Из-за стресса. Домашнее насилие, у всех проблемы со здоровьем. Именно вот месяц всего пробыли, а через три года, а мы три года, и неизвестно, сколько это посттравматический стресс будет еще влиять на здоровье. Как он влияет? У нас есть структура, вот здесь вот, в стволовой части мозга, она находится и называется ретикулярная формация. Эта ретикулярная формация, она отвечает за анализ значимости внешних сигналов. Это вот она будет, мать, которая уснула и спит рядом с сидящим мужем, который смотрит футбол на полной громкости. Но она спит, она устала. Но стоит при этом пошевелиться ребенку, писнуть ребенку, как она тут же просыпается. Например, кошка спит на диване и не слышит ничего. Но стоит вот бумажку взять, чуть-чуть помять, да, она тут же просыпается, потому что это похоже на мышку, что для кошки важно, да, либо мышка, еда, либо это конкурент, да, либо это собака. Соответственно, вот на эти сигналы она и будет реагировать. И когда сигнал пришел и он оценен как важный, этот сигнал передается, вот здесь две структуры есть, называются мендоливидные тела или амигдалы. Они отвечают за принятие решения. Именно они принимают решение, я побегу, либо буду драться, либо сдамся. Они очень тесно связаны с корой больших полушарий, то есть с активными зонами коры и с памятью. И если информации хватает для принятия решения, решение принимается. А если информации не хватает, они вызывают состояние тревоги и страха. Вот это состояние неопределенности, это и есть состояние, когда не хватает информации для принятия решения, правда? Да. Вот, и это было два года во время ковида, это сейчас совершенно непонятно, что происходит с миром. Мир разваливается, все договоренности, которые были после 1945 года между странами, все сдержки, противовесы какие-то. Какие-то правила игры, которые устанавливались, они все разрушены, никто эти правила уже не соблюдает. И, конечно, это состояние неопределенности. Когда не хватает информации, вызывается состояние тревоги и страха. Для чего это делается? Это состояние, стрессовое состояние, которое человек испытывает, это такая неспецифическая реакция организма, который готовится, что скоро что-то произойдет. И на всякий случай повышается давление, на всякий случай учащается сердцебиение, на всякий случай сгущается кровь, на случай потери, да, что если будет рана или царапина, чтобы не потерять много крови. И дальше кровь оттекает от внутренних органов, в основном половой системы, желудочно-кишечного тракта, оттекает к мышцам, потому что надо будет сейчас бежать или драться, оттекает к головному мозгу, потому что нужна реакция, нужно быстрое решение, быстро думать. Да, и действительно, стрессовая ситуация лучше реакции у людей. Вот, и кровь оттекает к органам чувств, потому что в этом состоянии человек лучше видит, лучше слышит, там, все воспринимает гораздо более чувствительно. Острее. Острее, да. И в связи с тем, что кровь нужна во внешнем контуре, все для фронта, все для победы, то где ее взять? Ее же нельзя быстро увеличить количество крови. Она просто оттекает от внутренних органов. Если это на 5 минут, это не страшно, это скорее тренировка, такая разминка, да? Так, а если на 3 года, и ничего не происходит? А если это длительное время, то как раз это и является основной причиной психосоматических заболеваний. Основной гормон стресса – это кортизол. Кортизол увеличивается в разы, при том, действительно, в разы, а не на проценты. Соответственно, выделяется адреналин, и гликоген расщепляется с глюкозой. Глюкоза нужна для мышц, для мозга, потому что сейчас надо будет драться, бежать. И возникает понижение, в разы понижение иммунитета. То есть пятикратный кортизол, а именно такой был примерно кортизол у нас, когда мы в состоянии стресса находились в время ковида, и сейчас у всех практически повышенный кортизол. Если он, например, пятикратный, то это в пять раз меньше иммунитет. В связи с тем, что, например, раковые клетки в любом организме человека, даже у младенца, образуются сотнями каждый день, но нормальный иммунитет с ними справляется. Стоит в пять раз подняться к кортизолу, то иммунитет в пять раз меньше. То есть в пять раз увеличивается вероятность заболевания онкологического. Мало того, то, что кровь оттекла от половой системы и внутренних органов, именно там и начинаются проблемы. Соответственно, это вся половая система, у мужчин это простатиты, аденомы, и еще хуже, это кишечник. Там у женщин тоже все структуры малого таза. И вот начинаются проблемы, человек начинает чаще болеть, хватает всей инфекции. И, в общем, это такое разрушительное действие как раз вот этого состояния, которое Ганс Селье, автор теории стресса, назвал дистрессом. Вот у меня два вопроса в связи с этим. Значит, во-первых, вот три года, да, мы в состоянии стресса, и организм готовится, и кровь приливает к мышцам и к головному мозгу, и отливает от других частей тела. А организм... И ничего не происходит? А организм когда понимает, что когда это все обратно возвращается? То есть вот он готовится, но ничего не происходит? Когда принимается решение? Самим человеком. Самим человеком. Или мы до сих пор ждем, ждем, ждем. Это же так же невозможно жить в состоянии вот такого вот повышенного кортизола долго. Вот мы и живем в состоянии повышенного кортизола долго. Как повышать иммунитет? Как исправить ситуацию? Надо повышать иммунитет. Сейчас разберем. Да. Вот я иду, мы с вами об этом уже говорили, иду по лесу, вижу дерево и понимаю по тени, что за деревом кто-то стоит. Соответственно, кортизол, адреналин, глюкоза, кровь оттекает, сердцебиение, давление, учащается дыхание, я готов драться, готов бежать, но я не знаю, кто там еще. Соответственно, мои амигдалы не принимают решения и вызывают вот это состояние страха и стресса. И тут из-за дерева вышел волк. Я увидел волка. Мой мозг проанализировал, что это волк. Волки, драться с ним я не буду. Но волки не лазят по деревьям. Я принял решение, что надо залезть на дерево. И как только я это дерево выбрал, как только я поставил перед собой цель, я принял решение бежать к этому дереву и бегу к этому дереву, возникает следующий процесс. Все, что касается мотивации, постановки цели, предвкушения победы и получения желаемого, то есть вот я представляю, как я залезу и спасусь, начинает накапливаться и выделяться дофамин. Но до того, как он станет дофамином, там еще одно вещество есть, которое называется анорадреналин. Анорадреналин – это другой гормон стресса, который вырабатывается как раз только в случае, если поставлена цель, и я к этой цели двигаюсь, анорадреналин вместе с кортизолом восстанавливает иммунитет до базового состояния. То есть нужно выбрать цель и идти к ней. Притом это может быть цель, не связанная с этой опасностью. Я просто, например, очень многие люди во время ковида спасали себя тем, что ставили какие-то спортивные цели. Например, увлекались бизнесмены, триатлоном сейчас очень многие увлеклись. Он ставит перед собой цель, я должен пробежать вот на этом чемпионате или на этих соревнованиях. А я хочу, например, проплыть 100 метров в бассейне вот за такое-то время. Я поставил цель, я к этой цели двигаюсь, эта цель может быть в совершенно другой сфере. Не связана с глобальными страхами, о которых мы еще поговорим. И как только я поставил цель, я просто переключил внимание свое. Я сосредоточил внимание на чем-то другом. Там поставил цель и достигаю этой цели. Это может быть учебная цель, это может быть интеллектуальная цель. Написать диссертацию. Это может быть цель доказать самому себе что-то в спорте. Как только я поставил цель и к ней двигаюсь, вот этот дофаминово-норадреналиновый механизм стресса, он меня спасает. И повышает иммунитет. Он восстанавливает. Нет способа повысить иммунитет. Главное его не понижать. Вот норадреналин с кортизолом восстанавливает иммунитет. И поэтому, когда заяц убегает от лисы, у него адреналиновый стресс. Адреналин называется гормоном-гормоном кролика или жертвы. А лиса, которая бежит за ним, за этим зайцем, она его видит, она его предвкушает. У нее слюни текут, она в азарте. У нее норадреналиновый стресс. И поэтому у него в этот момент иммунитет падает, надо спастись. А у лисы иммунитет на базовом нормальном уровне. Даже если этот кролик или заяц видит какую-нибудь там нору, где он точно укроется, все равно у него падает. Вот когда нору увидит, наверное, поднимется. Но пока он от нее убегает, он убегает откуда-то. Она бежит куда-то. Она бежит куда-то. И она видит цель, она предвкушает вот это предвкушение цели. Вот это волнение перед получением желаемого. Это как раз дофаминовые механизмы. Еще азарт должен быть какой-то. Да, а в них как раз вырабатывается, в них вырабатывается норадреналин. И вот это гормон хищника, гормон победителя. Напомню, что норадреналин – это еще гормон творчества, гормон гениальности. И поэтому люди, которые идут к своей цели, что-то делают, не лежат на диване мечтая, да, а у них есть некая цель, и к этой цели они двигаются действиями, ментальными либо физическими, двигаются к цели, которые у них перед глазами, которые держат у себя в голове. Эти люди не болеют. Мало того, они еще и долго живут. Ну, то есть, другими словами, делай, что должно, и будь, что будет. Поставь в цели другой. Ну, делай, что должно. Перестань сосредотачивать внимание на той зоне, которая вызывает страх или неопределенность. Вот у меня есть тренинг, у нас два корабля, наших самых больших, им сто лет, Седов и Круздерштерн. И у меня есть тренинг личностного роста на этих кораблях. И когда, ну, бизнесмены, губернаторы, депутаты приезжают, там, или группа, группа, какая-нибудь компания, совет директоров решила сплотиться и приехать на такой тренинг, и когда они поднимаются на этот корабль, это, конечно, невероятные красоты корабли, поднимаются на корабль, и я им показываю лесенку, по которой мы с ними в море во время шторма поднимемся на верхнюю рею. Это 60 метров высоты. И когда они начинают, даже в порту начинают забираться по этой лесенке, они спрыгивают, многие забиваются в угол и плачут от страха. Это очень страшно. И потом подходят и говорят, Алексей, ну, ты же потом нам страх-то уберешь, мы заберемся. Я говорю, нет, ребят, задача туда подняться со страхом, потому что страх высоты – это инстинкт. Он нужен, вы только потому и останетесь живы, что вы… У вас есть этот страх. Да, у вас есть этот страх, вы будете лучше держаться, больше внимания уделять каждому захвату, будете ответственнее относиться к каждому своему действию, будете страховаться. Да, и проблема не в том, чтобы убрать страх, а делать так, чтобы инстинкт этот был, но он вас не парализовал. А как не парализовал, чтобы страх? А как? А как мы это сделаем? И вот когда мы с ними начинаем там работать, заниматься, я их обучаю, как, например, этот страх высоты убирать. Первое – сними перчатки и усиль сенсорику. Вот когда ты берешься за этот ледяной канат рукой, да, он такой шершавый, соленый, я должен сосредоточить внимание вот на этом ощущении. Таким образом, я кинестетическое внимание переключаю на руку. И моя задача – вот сжимать сильнее этот канат и чувствовать это. Второе – поставь цель зрительную. Там через 7 метров переходная площадка. Там много площадок. Вот смотри туда и не позволяй своему зрению визуализировать воду. Потому что когда я лезу и представляю, что у меня внизу, то я себя сам пугаю зрительным образом. А тут вот на ней сосредоточь внимание и не отпускай взгляд. То есть не та глобальная цель на 60 метрах, а пока маленькая промежуточная, нужно на ней сосредоточиться. Средоточиться. Вот куда сейчас я там доползу, а там я перелезу на другую лесенку. И третье – займи слуховой канал. Либо пой песню, либо читай стихи вслух. Либо как солдаты, когда боятся, встают из окопов и кричат «Ура!» или поют песню. Или считай через 1, 1, 3, 5 вслух. Занимай слуховой канал. У нас три модальности, в которых мы мыслим. Кинестетическое, визуальное и аудиальное. Я их все занял. Мне себя нечем пугать. Круто. Канала нет, по которым бы я чем-то себя пугал. Я занял все три канала. Хотя вот вы рассказываете, я представила эту картинку, и даже уже страшно. Да. Но я представляю, как это. Но это работает. Кортизол выделяется не только в ситуациях негативных. Когда человек счастлив, когда человек выиграл лотереи, это же тоже стресс. Есть только одно состояние, в котором не выделяется кортизол. Это такое спокойное, уравновешенное состояние. Сон. Нет. Это спокойное, уравновешенное состояние. Такое не яркое, проявленное, а такое счастливое, спокойное состояние. Это единственное состояние, в котором не выделяется кортизол. А это состояние, это комбинация четырех нейромедиаторов. Серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. И вот эти четыре нейромедиатора, их высокий уровень. Да, он на 50% определяется генетикой. Но их, конечно же, можно сильно моделировать тем, как я живу, образом жизни, диеты, аминокислотами. Поэтому это правильное питание, это полноценный сон. Это достаточное количество аминокислот. Витаминов, аминокислот, микроэлементов. И, соответственно, полноценное питание, полноценный отдых ночью. Но когда много серотонина, значит, будет много мелатонина. То есть это будет хороший сон. Что еще очень важно? Что-то серотонин, это что? Он производится из эльтрептофана под воздействием солнца. Поэтому достаточное количество солнца тоже необходимо. Вот у меня есть клиент, аутист в Швеции. И у него синдром Аспергера, такой же, как у Маска. И как раз в ковид я к нему летал, потому что у него там были проблемы. И что-то мы с ним разговаривали. Он говорит, вот у меня приятель аутист, вот приятель аутист, вот еще знакомый аутист. Думаю, что-то много аутистов. Я пошел в библиотеку, не поленился. В Швеции семьях русских мигрантов из России. Восемь раз больше аутистов, чем здесь. Почему? Не хватает солнца. Солнца нет. Не хватает солнца. У нас есть такой процесс, который впервые, о котором заговорил Фрейд. Этот процесс называется интеракция. Это перенос внутрь себя внешних ценностей, целей, задач, мечт. И понятно, что он позволяет нам социализироваться. Понятно, что если бы человек реализовывал только то, что хочет он сам, общество бы не появилось. Понятно, что это механизм социализации. Но эта интеракция работает следующим образом. Есть у нас в голове три структуры, условно. Это не так с точки зрения нейрофизиологии, но Фрейд эту модель придумал, и она оказалась очень удобной. Бессознательная. Бессознательное – это и есть я. То есть это структуры, которые связаны с всеми моими процессами в организме. Они знают все, что происходит. Каких не хватает микроэлементов, аминокислот, дикое давление, и получают миллионы сигналов в секунду от моего тела. И задача этого бессознательного, ну, одна из задач, это переупаковать, проинтегрировать эти сигналы, понять, какие из них самые важные, актуальные, и переупаковать их в такой сенсорный образ для передачи сознанию, чтобы сознание знало, что нужно делать. Не хватает мне воды, например, в организме. И тогда появляется вот этот сенсорный образ жажды. Сразу возникают визуализации воды, ручейка. И я понимаю, что мне надо найти. Вот эта жажда, вот это ощущение жажды – это и есть то, как переупакованы эти миллионы сигналов для передачи сознанию. И бессознательно оно либо хочет чего-то, либо не хочет чего-то, как маленький ребенок. Есть сверхсознание – это социальный мозг, который фактически функционирует в формате таких нормативов. Надо, должен, обязан, что скажут. Это не их по-христиански. Это не морально, что подумают. И между ними есть прослойка, которая называется сознание. Это сознание постоянно вынуждено выбирать между тем, что я хочу, и тем, что можно, нельзя, надо, должен, что скажут. И оно выбирает на основании логических конструктов. Там дорого-дешево, полезно-вредно, перспективно-неперспективно, выгодно-невыгодно. Цена-качество. Да. И проблема этих трех структур, что они говорят на разных языках, но при этом живут в одноголове. И, по идее-то, я должен делать то, что хочется и нужно моему организму, а сверху приходит надо, а здесь еще выгодно. Папа сказал, что стоматологи много зарабатывают. Я пойду в стоматолог. Да. Или нужно, да, нашей стране. И вот я, вот эта интеракция, это и есть процесс переноса внутрь меня либо вот этих сверхсознательных конструктов, которые общество, религия и социальные нормативы, моральные нормативы в меня, да, вкладывают, то, что называется воспитание, да, либо я туда переношу логические выводы. О, это же выгодно. И если я цель поставил, с которой не согласилась бессознательная, ей это не нужно, оно чувствует, что это не моя цель, вот тогда тоже организм находится в состоянии стресса. И начинаются разные препятствия. Начинаются препятствия, оно начинает останавливать сначала тем, что нет внимания, нет памяти, нет интереса, нет воли, нет талантов, нет способностей, да, проспал, забыл, опоздал, да, не заметил. На самом деле тебя просто это не зажигает, это не твоя цель. То есть бессознательно не замотивировано, потому что твои потребности это не реализует. Да, это как бы я перенес из целей общества, да, из логики, из выгодности. Второй уровень защиты – это бессознательность и с тем, что оно внутренним взглядом-то на эту дорогу не смотрит, оно же об этом не мечтает, да, то я не вижу дороги. Я не вижу дороги, и я спотыкаюсь, ломаю, вывихиваю. Алексей, а как понять, что это не твоя цель еще до того, как ты начнешь спотыкаться, падать, вывихивать, опаздывать и так далее? Ну вот это три уровня, вот по ним и понимать. Ну как, вот конкретно? Сейчас. Есть такое понятие «знак». Да. Что такое знак? Знак – это комбинация нескольких маловероятных, не связанных между собой событий. Вот если я просто проспал, это просто маловероятные события. Если я просто забыл пропуск, паспорт, не знаю, опоздал на самолет, то это маловероятное событие, но оно случайное. А вот если несколько маловероятных событий произошло подряд, либо одновременно, и они не связанные события, но одновременно произошли… Ну, например, проспал, забыл паспорт, опоздал на самолет. Значит, тебе туда не надо. Да. Это сигнал, это и есть знак, потому что вероятность вот этого комплекса, оно называется условной вероятностью, перемножение всех вероятностей. Соответственно, это односотая, это односотая, это односотая, это односотая. Произошли одновременно, это уже пять нулей. А может быть такое, что человек просто боится, так сильно боится, например, лететь? Так это и есть бессознательное. Но ему туда надо, но он боится. Вот бессознательное нас удерживает, когда чувствует либо опасность, либо чувствует, что нам туда не надо. Вот его надо научиться слушать. Бессознательное нужно слушать. Я просто пытаюсь понять, как это отделить от просто страха. У многих людей есть страх высоты, страх полетов, страх, там, не знаю, чего еще, много страхов. И как вот этот страх обычный отделить от того, что вот бессознательное тебе говорит, что не надо, посиди дома, не потому что ты боишься, а потому что там что-то произойдет? Ну, на этот вопрос трудно ответить, потому что надо анализировать каждый конкретный случай. Если этот страх оправдан, то, наверное, не надо лететь. Если этот страх не оправдан, а просто такая фобия, потому что был случай. Ну, вот я, например, однажды летел на самолете над Индийским океаном, на турецких авиалиниях, и что-то засуетились, 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 и стюардессы. И в конечном итоге капитан корабля объявил, что мы разворачиваемся, в самолете бомба. Вы знаете, я много что видел в жизни, но вот за эти два часа возврата обратно в Турцию я видел все. А как себя люди вели? И как вы себя вели? Я делал наушники и слушал музыку. Но вы как-то медитировали, вы себя вели в гипноз. Просто слушал музыку и читал книжку. А вот сзади меня... Ну, вы тренированы. Я иногда оборачивался, кто-то терял сознание, кто-то писал завещание, кто-то дрался, кто-то кого-то обвинял, кто-то разводился, кого-то рвало. Ну, то есть я видел все. Я не знаю, зачем он это сказал, может быть, такой протокол, но вот после такого случая, конечно, вы боятся. Но вы боялись? Ну, ладно, вы не боялись. А как справиться? Ну, почему? Но это тоже дискомфортно все-таки. Ты не понимаешь, что происходит, абсолютно непонятно. Бобу не нашли, в конце концов, но такая настороженность осталась. Но! Вот надо обязательно прокачивать вот этот канал интуиции. Обязательно прокачивать. Он прокачивается через искусство, через общение с природой, через вот эти медитативные состояния, которые мы испытываем, когда собираем грибы, сидим на рыбалке, смотрим на этот поплавок, либо когда ходим на симфонический концерт, входим в этот дефолт-состояние, который позволяет услышать собственные мысли, сигналы изнутри. Это единственное состояние, в котором, кстати, организм запускает механизмы саморегуляции, самоизлечения. Но иньские виды спорта. Иньские виды спорта – те виды спорта, где не нужна внутренняя сила. То есть ни бокс, ни беговые лыжи, а те виды спорта, в которых нужен баланс. Это там фристайл, винсерфинг, кайт, айкидо, тазицуань, йога. Вопрос у вас лично. Была интуиция перед этим полетом, что, Алексей, тебе туда не надо лететь, не надо тебе лететь этим бортом? В данном случае нет. В данном случае, конечно, нет. Не всегда. Да, но она не могла сработать, потому что для этого не было факторов. Однажды, я же много летаю, у меня 230 перелетов в год, однажды мы с приятелем стояли около самолета, где-то местной авиалинии, и стоит какой-то работник аэропорта, открыв мотор, бьет там что-то молотком, а потом увидел, что мы уже в очередь стоим, так захлопнул, говорит, «Да, все равно, что не починишь, и ушел». Вот интуиция. Вот здесь интуиция начала подсказывать, что, может быть, не надо лететь. И вы не полетели? Не, полетел, полетел, конечно. А был какой-то случай, когда вам интуиция сказала, не делай этого, не ходи туда, не лети, и вы послушались, и правда... Да, было много таких случаев. Расскажите. Ну, они разные, навряд ли они представляют интерес, но вот интуиция иногда подсказывает. И я бы прокачивал вот эту интуицию. Почему? Потому что если я не услышал первого уровня, внимание, память, интерес, и не услышал второго уровня, споткнулся, опоздал, разбил зеркало бокового вида или фары, потом обычно вот в этом состоянии повышена вероятность остеохондроза, вот эта воротниковая зона, это суставы, поясница, то есть весь опорно-двигательный аппарат в этот момент неадекватно работает. И если я не услышал эти сигналы второго уровня, то тогда повышается кортизол и понижается иммунитет. Бессознательное, просто раз ты уйдешь не туда, системно идешь не туда, ну тогда зачем тебе жить. И ускоряется процесс, когда называется антропоптос, самоуничтожение организма через понижение иммунитета. И это очень быстро уже замечается тем, что там начал быстро, часто простывать, заболевать, тяжелее переношу какие-то болезни, играл в футбол с друзьями, все на работе, а у меня температура. Сходили в баню, прыгнули в прорубь, у всех все хорошо, а я лежу с воспалением легких. Вот это уже индикатор третьего уровня, и это уже опасная история, потому что кроме простудных заболеваний могут начать развиваться и более тяжелые болезни. У меня такой вопрос. Я тут буквально вчера общалась с подругой, она мне сказала такую фразу, и я заставила меня задуматься, что сейчас сильнее всего ощущается хрупкость. Хрупкость всего. Жизнь, здоровье, отношения. Сегодня есть, завтра нет. То есть получается, что мы сейчас все живем на грани, на острие. Это так? И есть ли плюсы в этом состоянии хоть какие-то? Вы знаете, вот до 19-го года, до ковида, наш мир называли ВУКА. Что это? Ну, по первым буквам, аббревиатурам, американские военные, когда оправдывались, что ничего не получилось в буре пустыни, когда они оправдывались перед Конгрессом, в Сенатом, они сказали, ну, мы в другом мире живем, мир изменился, и совершенно другая война, мы к ней были не готовы. И они вот назвали четыре слова, мир стал волатильным, неопределенным. Когда начался ковид, уже футурологи назвали его банией, тоже по аббревиатуре других слов английских, и там появилось, если он был до 19-го неопределенным, то, о чем мы с вами говорим, то как раз с 19-го по 22-й его называли банией, и там было слово «хрупкий». Это уже, если неопределенный, может быть такой, может быть такой. А хрупкий – это уже точно хрупкий. А сейчас наши отечественные психологи начали называть наш мир Шива. Притом напомню, что Шива – это индийский бог, разрушитель Вселенной. И там есть слово «расщепленный». Что это значит? Что такое хрупкий? Хрупкий – это стоит фужер, и я ребенку говорю «осторожно, его можно разбить, он хрупкий». А сейчас вместо этого слова говорят «расщепленный», то есть уже разбился. Уже разбился. Как жить? Ставить цели. Разобраться в целях и понять, какие мои, какие наносные. Сосредоточиться на своих целях, потому что для них будет все. Энергия, творчество, здоровье, силы. Ставить цели и начать их достигать. А плюсы вот в этом расщепленном, да, разбился уже, в этом мире расщепленном, есть хоть какие-то состояния наши, которые мы испытываем от этого? Вы знаете, тот же самый плюс, который видят китайцы в слове «кризис». Возможности. Помните, да, что если у нас «кризис» – это иметь такую коннотацию негативную, то китаец говорит слово «кризис» как сильные потрясения, дающие новые возможности. А вы какие-то видите сейчас новые возможности? Мир пройдет через вот этот кризис, через эту острую форму болезней. Вы знаете, что хронические болезни, да, они лечатся через острую стадию. То есть вылечить хроническую болезнь можно только сделав так, что организм начинает бороться он не боролся, потому что это была хроника, он привык к этой болезни, он ее терпел. А излечение происходит через острую фазу. И вот сейчас мир накопил такое количество хронических болезней, социальных, экономических, что, похоже, вот эта острая фаза миру нужна для того, чтобы от них избавиться и очиститься, и измениться. То есть появляется возможность перейти на новый уровень. В силе перейдут на новый уровень. Да, но да, жертвы всегда в кризисе, жертвы есть. И это, конечно, очень трагично, все, что происходит, очень трагично, но это приведет к тому, что мир станет через какое-то время, может быть, не в нашей жизни, но станет совершенней, потому что накопились действительно неразрешаемые проблемы. Я хочу с вами поговорить про страхи. Очень у многих людей страхи обострились сейчас в этом состоянии неопределенности, и даже уже не хрупкости, а расщепленности. Вот, например, ну какие страхи обострились? Вот среди моих знакомых страх ядерной угрозы, ядерных ударов. Он очень велик. Как с этим справиться? Что вы, ваши лайфхаки, вот что вы рекомендуете? Понимаете, нельзя о чем-то не думать. Нельзя откуда-то идти. Можно только куда-то идти или думать о чем-то другом. Сосредоточить внимание, взять на себя ответственности, сосредоточить внимание на чем-то другом. Невозможно не думать. Не думайте о красном яблоке. Тут же оно всплывает. Невозможно о чем-то не думать. Можно только думать о чем-то другом. Вот когда говорят, что японцы своим детям ничего не запрещают до пяти лет. Это немножечко неправильная формулировка. Они умеют их переключать. Если эта игрушка опасная, то надо дать другую. Нельзя просто отобрать игрушку. Невозможно не думать о чем-то. Можно только думать о чем-то другом. Сосредоточить свое внимание на чем-то другом, поставить перед собой цели, начать с ним двигаться и переключить внимание на чем-то другом. Когда едешь на велосипеде рядом с пропастью, надо смотреть туда, куда едешь, и ни в коем случае не в пропасть. Когда человек попадает в аварийную ситуацию, то выживает тот, кто смотрит в точку спасения, а тот, кто смотрит в точку удара, погибает. Надо просто поставить цели. Притом это могут быть цели в совершенно другой сфере. Сосредоточить свое внимание на чем-то другом и начать двигаться. Во-первых, это дофаминовые, норадреналиновые механизмы. Тут же пропадает состояние вот этого страха. Да, начинаешь двигаться. Когда двигаешься, уже не страшно. Ведь когда я увидел волка или не знаю, кто выйдет сейчас, у меня страх. Страх и неопределенность. Да, а когда волк вышел и я побежал, это уже не страх. Ну, тоже страх. Тоже страх. Ты же не знаешь, убежишься или нет. А из вашей теории нельзя посмотреть назад. Близко он там, может, тебя сейчас цапнет или нет. Надо бежать, надо сосредоточиться на дороге. На дороге, а на цели. Если заточить внимание на цели, на дороге, это же цель, я бегу вот сюда. И это очень важно. Дальше. Очень важно держать в голове вот эту цель и меньше думать об инструментах. Вот когда забиваешь молотком гвоздь в стену, то надо смотреть в точку на стене, в которой ты забиваешь гвоздь. Ни на гвоздь, ни на руку, ни на молоток. Только в том случае, когда смотришь вот в точку на стене, куда ты поставил, чтобы забить гвоздь, только в этом случае мозг рассчитает траекторию молотка так, чтобы ударить по шляпке, и она зашла в правильной силовой линии будет. И вот в этом случае не попадешь ни по пальцу, ни по стене. Куда нужно смотреть, когда забиваешь мяч в ворота? В ворота. В ворота. Хотя бы внутренним взглядом. Ведь многие финтят, делают вид, что туда смотрят, а на самом деле внутренний-то взгляд вот сюда. И не надо смотреть на мяч при этом. И не надо смотреть на ногу. И когда мы переносим это на жизнь, мы должны понимать, что, например, деньги – это инструмент. Они не мои. На них даже написано, что это собственность социального банка. Они не мои. Это инструмент достижения моих целей. Поэтому ни в коем случае я вот со своими учениками и друзьями, кто занимается бизнес-консалтингом, спорю все время, когда они начинают говорить, так, в следующем месяце поставь цель заработать миллион. Он говорит, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Недавно позвонил парень один. Он говорит, Алексей, можно вы будете моим коучем? Говорю, а вы когда-нибудь работали с коучем? Да, работал. Пять лет я работаю с коучем, но я с ним больше не буду работать. Почему? Он плохой коуч. Говорю, как плохой? Ну, пять лет вы с ним были. Да. Пять лет назад он мне сказал, что нужно цель поставить в деньгах. И я поставил, пять лет назад, я поставил цель заработать миллион долларов. Ну и вот заработал вчера. Так, хороший коуч? Нет, Алексей Петрович, он плохой коуч. Я не буду с ним больше работать. Почему же? У тебя же есть миллион, о котором ты мечтал. Хороший коуч? Нет. Плохой коуч. Я потерял семью, со мной не общаются дети, у меня нашли онкологию, и завтра меня посадят в тюрьму. Да, вы рассказывали. И вот это очень хороший пример. Или тоже был пример по поводу цели, да, что она должна быть твоя. Помогите мне реализовать мою цель. Какая? У меня цель есть. Посадить в своем родном городе 10 тысяч деревьев. Ну и получается, нет, пять лет пытаюсь заработать, ни копейки не отложил. Извини, я тебе не помогу. Почему? А я не верю, что это твоя цель. Ну как же, я же хочу посадить 10 тысяч деревьев. Не может так быть, чтобы в цели, мечте не было тебя. Бессознательный – это маленький ребенок. Он либо хочет, либо не хочет. Он не может хотеть мороженое другому мальчику. Бессознательный маленький ребенок не может хотеть вот эту красавицу, в которую я влюблен, своему другу или соседу. Ну так не бывает, говорят. Только себе. Только себе. И вот здесь нужно обязательно представить, нельзя мечтать о пяти миллионах, но можно мечтать о доме на берегу моря, где моя семья будет счастлива, где будут счастливы и здоровы мои родители, где я буду выходить утром пить шампанское с видом на эти волны. И вот этот образ, вот он мотивирует бессознательно, и она найдет путь, как заработать эти пять миллионов, чтобы это купить. Поэтому цель только в виде образов и образов того, что хочется мне. А вот я прямо слышу сейчас вопрос с той стороны экрана. Ведь каждый второй наверняка видит себя дом на берегу океана, шампанское по утрам, красавица-жена или муж, неважно. Но не у всех это есть. Это очень мало, точнее, у кого есть. Они что, не хотят на самом деле такого дома? Хотят. Первое, они, вероятнее всего, неправильно мечтают. Есть такое понятие родовые ограничения. Родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика и эпигенетика. Ну, генетику мы не поменяем, но проявление генов можно менять образом жизни, опять-таки витаминами, медикаментами и так далее. Второе, это родовые программы моей семьи, моего рода. Ну, я вырос в семье, например, где папа полжёсткий, а мама ему подчинялась. Какую я буду девушку искать? Которая подчиняется. Да. Дальше. Ну, это как бы мой род, моя семья. Дальше. Родовые программы и родовые ограничения моего общества, в котором я вырос. Народ, страна, религия. Да? Такие архетипы коллективного, бессознательного. И ограничивающие убеждения. Такие вирусы, которые у меня кто-то заразил, и они потом как герпус во мне живут. Например. Ну, это... Ну, куда тебе в Москву? Не для тебя. Московский университет, да что, не для тебя? Не поступишь. Да, не поступишь, и это не твоё. Или до первого разряда тебя доведу, а мастер спорта даже не мечтай. И вот эта мысль начинает во мне жить и ограничивает... Вот потолок даже мечтая. И когда человек мечтает, он даже помечтать не может. Выше этих родовых ограничений. Вот не хватает... Вот допрыгнуть. Если я здесь повешу сейчас бумажный потолок, я буду знать, что там ещё метр до бетона. Но когда попытаюсь прыгнуть, я долечу только до бумаги. Да, я туда не вижу. Я туда даже не пытаюсь заглянуть. Даже не смотрю. Да, я хочу заработать миллион. А почему не миллиард? Как? Да, дом на Кипре. А почему не на Лазурном берегу? Но есть два вида представлений себя. Один вид представлений себя называется ассоциированный, когда я представляю себя изнутри своего тела. Вот я вижу свои ноги, вижу свои руки, но я не вижу своей головы. Я не вижу себя. Это не со стороны. Я вижу мир своими глазами. Это называется ассоциированное представление. В ассоциированном представлении, если я сейчас представлю, что я взял в руки гирю, представил только, и начал качать бицепс, происходит идиомоторная тренировка, туда идёт кровь, идут нервные сигналы, идёт тренировка. Очень многие спортсмены проигрывают движение или артисты, проигрывают роль мысленно. Изнутри себя, когда я это делаю, возникает этот сигнал. Хорошие врачи людям после инсульта или ранений, после операций рекомендуют лежать. Ты не чувствуешь этой руки, но пытайся ею двигать. Посылай туда сигнал, быстрее поправишься. А второй тип представления себя, это когда я себя представляю со стороны. Я себя представляю со стороны, я вижу, я даже называю его он. Это я в будущем, это он. И вот правильное мечтание, оно следующее. В ассоциированном представлении, если я будущее представляю изнутри своего тела, включаются, как идиомоторика, включаются все родовые ограничения. А ему через пять лет, я знаю, что это логика, я знаю, что это я, но я вижу со стороны. Я могу намечтать все, что угодно. И вот представить, что он прыгнул выше этого бумажного потолка, я могу. И поэтому первый этап мечтания всегда, это мечтание ему, мне в будущем, как он будет жить, при том обязательно нужно задавать вопросы словами, а ответы получать образами. Иначе я словами навяжу туда вот эти интроекции. А если я задал вопрос, а где ты проснулся? Где он проснулся? А где он работает? А где он живет? И приходит картинка. Какой у него дом? И ждать картинку. Вот эта картинка, ее нарисует, бессознательная, потому что образом ее управляет бессознательно. А если ему не понравится эта картинка? Тогда не надо ко второму этапу переходить. Пока первые не отладят. Пока первые не отладят. Пока вот он в этом фильме про будущее не прожил день мечты, нельзя делать второй этап. Если он прожил день мечты, ух, хотелось бы мне так, как он. Вот тогда нужно влететь в свое тело, туда в будущее, и прожить тот же самый день уже, который только что он прожил, в его теле. Прожить все эти события, такой тест-драйв. И вот если мне понравилось жить в его теле, если мне понравилось вот так, тогда нужно обернуться назад и себе в прошлое, в сегодняшний день, рассказать, а что он пять лет назад сделал, чтобы это наступило. Техника называется «Взгляд из будущего». Оказывается, так думали все новельские лауреаты. Это как раз отличительная черта новельских лауреатов, потому что они так мечтали. И придет то, что нужно рассказать, как это он достиг? Придет. Придет в виде либо образов, либо просто автоматической речи. То есть польется речь. В трансовом состоянии люди даже начинают вслух это рассказывать. То есть мелкие такие цели поставить, мелкие задачи. Просто оттуда сверху увидишь, что он сделал. Сейчас же, если я вас попрошу, что вам надо было бы делать пять лет назад? Чтобы сидеть здесь. Да. И себе в прошлое, называется, задним умом. Ну да. Совершенно просто рассказать. Зря делал вот это, зря делал вот это, зря потратил время, а вот там ты не дожал. Это вот очень важно понимать, что потом вот именно эти картинки, этими картинками, которые я увидел, задавая вопросы, и слушая словами, и слушая ответы образами, именно вот их надо вешать на доску желаний, представлять себе там, что у меня это есть и так далее. А дальше очень важно, ведь надо не просто лежать на диване и мечтать. То, о чем мы мечтаем, оно сбудется, но только когда сложатся три обстоятельства. Когда я этого достоин, то есть когда я в мир отдал достаточно, чтобы получить вот этим. Ведь эти картинки, мы должны понимать, что я смотрю на эти картинки с этой стороны, а со стороны стены на эти картинки смотрит моя судьба. Как не смешно это звучит, но вот виш-лист, который мы рассылаем, друзьям перед днем рождения, ведь если я им не скажу, что хочу именно я, подарят всякую ерунду. И поэтому надо судьбе обязательно сказать, что я хочу вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. И когда я этого достоин, второе, когда я к этому готов, то есть когда сам в это верю, созрел, созрел, и когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Очень часто деньги не приходят, и какие-то результаты, потому что собираюсь неправильно воспользоваться этими деньгами или этими результатами. Вот у меня, это же важный момент, как убрать эти родовые ограничения? Или тебе кто-то сказал? Только что. Нет, вот тебе сказал тренер, ты не станешь мастером. Как это-то в себе побороть? А убрать? Родовые программы убираются у хорошего психотерапевта или коуча, потому что самому иногда не справиться. Дальше. Есть техники, которые помогают, помогают справляться вот с этими прошлыми событиями. То есть это техники, которым надо научиться, и потом, когда какое-то всплывает воспоминание, которое ограничивает мою мечту либо вызывает неуверенность в себе, за одну минуту ты этой техникой снимаешь, все, больше кортизол не повышается и больше на мое поведение это воспоминание не влияет. Ну а как, допустим, в моменте вот какому-нибудь подростку тренер говорит, ты не станешь никогда мастером спорта. Как ему эту мысль в свою голову не пропустить, а сказать, что, ну, это твоя мысль, твоя идея, а я достигну? Ну, тоже для этого существует много методов. Во-первых, он это сказал, в любом случае это прозвучало. Нужно просто по-другому помнить этот случай. Как? Наши эмоции и наше поведение под воздействием эмоций зависят не от факта события, а от его образа. Ну, очень два простых примера, которые это докажут. Одно дело, женщина знает, что мужчина изменяет. Ну, знает, ей неприятно, а другое дело, она это увидела. Согласитесь, разные эмоции. Или фильм ужасов, который вы смотрите на огромном экране с колонками вокруг вас с полной громкостью, цветной, в темноте, одна дома. Либо тот же самый фильм, вы посмотрите на кухне, когда дома жарите яичницу, на улице птички поют, там кто-то играет в футбол, вы еще радио включили, и тот же самый фильм на маленьком телевизоре стоит на подоконнике. Совершенно разные ощущения, правда? И поэтому техника субмодальностей в НЛП как раз и позволяет убрать это воспоминание далеко от себя, сделать маленьким черно-белым, еле говорящим. Факт был, да, он это сказал, но на мое поведение, на мои эмоции это не влияет. Существует много, как минимум, я своих пациентов всех обучаю четырем методам, как работать с такими воспоминаниями. И, кстати, это нужно научиться любому человеку, потому что у каждого в памяти в прошлом сотни ситуаций, в которых здесь не сдал экзамен, здесь споткнулся, здесь кого-то подвел, потому что там забыл, забыл слова там в спектакле, дальше вина, стыд, обида. Каждая из этих воспоминаний для бессознательного это постоянно крутящаяся, нерешенная задача, которую я и не собираюсь решать. И поэтому каждый из них это процентик кортизола. Если их таких двести воспоминаний бессознательным, я же все одновременно не помню, но на бессознательном уровне они висят. Это каждый из них такой камень у меня в пиджаке, да, и он мешает мне двигаться, и до 28 лет он мешает мне подняться там к своей вершине, а после 28 лет все эти воспоминания, они ускоряют мое падение вниз. И каждый из них это процентик кортизола. Если их 200 таких воспоминаний в бессознательном, то это уже тройной кортизол. И в заключение, Алексей, как сохранить себя? Ваши рекомендации? Первое, прокачивать себя с помощью психолога, психотерапевта, с помощью йоги, с помощью медитации, прокачать вот этот канал связи с бессознательным. Свобода — это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, научиться хотеть то, что я на самом деле хочу. Второе, правильно мечтать. Это важно. Правильно мечтать. Третье, переключаться на цели, из этих мечт, ставить их перед собой, и действиями их достигать. Люди, которые мечтают, предвкушают, волнуются, готовятся и делают что-то для достижения своих целей, отвлекаясь от проблем этого мира, не болеют и долго живут. Притом, они еще и счастливо живут, они же двигаются к цели. Это очень важно. Вот это состояние, когда перед тобой постоянно цель, которую ты движешься, а двигаешься к ней, ставишь новые цели, это вот как Мюнхгаузен за волосы вытягивает в долголетие. Мы об этом говорили с вами, что дольше всего живут люди, которые вот так выстраивают свои цели и никогда нет точки. Всегда есть новая цель, к которой я иду. Это селекционеры, коллекционеры, дирижеры, ученые. Они не просто долго живут, они еще и не болеют. Спасибо вам большое, Алексей. Это был Алексей Ситников и я, Марьяна Минскер. Всем любви и достижения целей. И подписывайтесь на телеграм-канал RTVI, там много интересного. Редактор субтитров А.Семкин